Ребятки, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь, если еще вдруг не подписывались. Этот выпуск я хочу начать с очень классной новостью, возможно, если вы давно смотрите, вы пропустили мой пост по вкладке сообщества, я там поделился замечательной новостью, что мы стали многодетными родителями и 28 августа у нас родился сынок. Почитайте этот пост и поддержите его лайком, а также свои поздравления можете писать, конечно же, в комментариях. Сегодня вас приглашаю в новый выпуск, который будет посвящен, как всегда, путешествиях, и поговорим мы с вами о поезде. Я знаю, что огромное количество людей выбирают свое путешествие именно в формате путешествия на поезде. Мы тоже так сделали, это был как раз этот год, и мы отправлялись тогда в путешествие из Сочи в Москву, из Москвы в Сочи. Я тогда сделал два полноценных фильма, я оставлю ссылочки в описании, посмотрите, получилось очень клево. Например, вот этот выпуск, он набрал больше 300 тысяч просмотров, это огромнейшее число. Поэтому тоже гляньте, у вас тогда пазл сложится. Но сегодня мы будем говорить именно о сравнении двух этажей в этом поезде, то есть первый этаж и второй этаж. Мы специально так сделали и ехали из Сочи в Москву на втором этаже, а из Москвы в Сочи мы ехали на первом этаже, чтобы для себя понять, удобно ли и, конечно же, с вами, зрителями, поделиться. Я не буду затягивать, начинаем. Итак, не так давно мы решили отправиться в путешествие на поезде по маршруту Сочи-Москва-Сочи. Ну что, берем? Берем. Для нашей семьи это был первый опыт путешествия на поезде. Детки были рады и очень хотели. Зайдя на сайт, покупать билеты, я увидел, что есть варианты приобрести билеты в двухэтажный поезд. И тут мы обрадовались еще сильнее. Первый раз всей семьей на поезде, да еще и на таком. Выбирая даты, я взгрустнул, ведь цена была выше, чем на самолет. Покрутив даты, увидел акцию. И билеты нам в один конец обошлись в районе 6,5 тысяч рублей. Обратно билеты покупали под такой же акцией. Мы решили, чтобы полноценно понять прелести вагонов в два этажа, нужно покупать билеты в Москву на втором этаже, а в Сочи обратно на первом. И первое, что было очень приятно, так это то, что в эту цену еще и питание включено, тапки, белье и умывальные принадлежности. А да, чуть не забыл, и еще питьевая вода. Следующее, что приятно удивило, не нужны билеты. Нужен только документ, удостоверяющий личность. То есть нам паспорта, а детям свидетельство о рождении. И проводник при входе сам все проверит. А также еще из приятного это то, что поезд едет всего лишь на 23 часа. А в начале выпуска я упомянул фразу Сочи. Так вот, ребята, мы зимовали в Сочи, до зимовки мы еще жили в Сочи, жили на Красной Поляне. Мы пропутешествовали в Сочи, вообще вдоль и поперек, узнали какие-то лайфхаки, рекомендации. И все это дело мы упаковали в свой авторский гайд, который вы можете приобрести, изучить и пропутешествовать по Сочи с легкостью и налегке. Сочи, большой же Сочи. Вот, поэтому отправляясь в свой отпуск, либо в путешествие, либо в мини-отпуск, наш гайд вам будет совсем кстати. Приобрести его очень просто, нужно написать либо мне, либо Настеньке в инстаграм в директе. Прямая ссылочка также будет в описании под этим роликом. Цена всего лишь 490 рублей. Ну а теперь давайте продолжать. Чух-пых-чух-пых. Погнали. Заходим вместе с вами в вагон. Да, изменения, конечно, колоссальные, учитывая, что последний раз на поезде я ездил в 2000-х. Сразу можно увидеть лестницу на второй этаж, узкий проход и она Г-образная. Так что если у вас много вещей, то лучше второй этаж вообще не рассматривать. Когда мы зашли в купе, нас уже ждали 4 набора сухпайка. Что внутри? Такая конфетка, есть водичка, дегазированная, есть набор ложечек, есть освежающая конфета и есть гречный камины. Также в стоимость билета включено постельное белье. Из приятного было это то, что верх уже был заправлен, осталось заправить только низ. Чуть позже к нам зашел сотрудник ресторана и предложил основное блюдо. Мы решили его скушать на следующий день. Также он нам предложил полноценные завтраки, обеды и ужины. Мы отказались. Знайте, что в поездах цена на еду от слова ресторан, а качество от слова вагончик. В общем, горячие наборы и основное блюдо нам принесли на следующий день. Два набора были рис с сосисками, а два куриное филе с рисом. На обратном пути, когда мы ехали уже в Сочи, было то же самое. Отвечая на вопрос, вкусно ли было, отвечу словом пойдет. Второй этаж, одним словом, маленький. Потолок ниже, чем на первом. Ну вот, сами посмотрите. Чтобы посмотреть в окно на втором этаже, нужно наклоняться. Это достаточно неудобно. А вот на первом этаже ты стоишь в полный рост. И у тебя есть вид. Минус поезда Сочи-Москва. Он вечерний. И всю морскую красоту мы проезжаем в темноте. А на утро открываются красоты. Дерево, 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 дерево. Поезд очень тихо тронулся, вообще незаметно. Плюс новых поездов, это то, что ты даже не чувствуешь, как трогается поезд. Происходит все очень плавно. Помните, раньше трогались поезда? Ты бишь, а что-нибудь обязательно со стола упадет. И все знали, что мы поехали. Кипяток, кстати, в поезде безлимитный. Чайник находится в купе у проводников. Помню, раньше стоял такой чан в коридоре возле купе. А сейчас прям у них. Не совсем, конечно, это удобно. Чувствуешь, как будто каждый раз в гости заходишь. Также у них есть микроволновка. Но пользоваться ей без разрешения нельзя. Если нужно что-то подогреть, обращайтесь к проводнику. Он погреет. Ночь. Стекло можно закрыть специально шторкой. Не понравилось, что свет в коридоре не приглушается на ночь. И когда ночью выходишь из купе, весь свет в лицо. Спать на втором этаже очень комфортно, в отличие от первого. Дело в том, что поезд из-за того, что он высокий, полы первого этажа находятся еще ближе к колесам, чем у обычного поезда. А это значит, что звук колес лично мне, когда мы ехали обратно, мешал. А на втором этаже не слышно вообще ничего. Но на самом деле это как бы не минус. Это дело на любителя. Кому-то очень нравится стук колес, а для него это романтика. Как вам? Напишите в комментариях. Также на втором этаже установлен кулер с питьевой водой. Как моя маленькая рекомендация, вода, которая в сухпайке, плохая. Ее можно вылить и набрать с бойлера. Потолок, конечно, в купе очень низкий. На кровати возле окна идет скос. Головой прям упираешься. На первом этаже такого нет. Кровати на втором этаже короче сантиметров на 30. У меня рост 174 и ноги вываливались с кровати. Если забыться и резко встать, то можно удариться головой об выемку на полке. Поэтому если у вас рост больше, чем у меня, то второй этаж тоже не рассматривайте. Особенно верхнюю полку. Такая же выемка есть и на первом этаже. Но она расположена чуть дальше. В полный рост там не сядешь. В общем, если вы высокий, то покупать билет на второй этаж. И тем более на верхнюю полку я вообще не рекомендую. Раньше, я помню, под кроватями были ящики. Сейчас ящиков нет. Там просто пространство. А кровати поднимаются на гидролифтах. Это, конечно, очень удобно. Не то, что раньше... Такой был шум, когда поднимаешь эту кровать. А теперь о туалете. Теперь туалеты находятся в одной части вагона. Их целых аж три штуки. И они био. А это значит, что они не закрываются на санитарную зону. Помню, как раньше закрывали их на 30 минут до станции. И открывали только спустя 30 минут, как поезд тронется с этой станции. Сами по себе туалеты меньше. Но все необходимое там есть. Смыв туалеты, стал сенсорный. Возле туалетов раздельный мусор. А как сделаны переходы между вагонами? Помните раньше ручки тяжелые, хлопают двери, трясучка? А сейчас красота. Сенсорная кнопка автоматической двери. Мне даже в комментариях кто-то написал. Теперь в тамбурах не покуришь, а между вагонами не сходишь в туалет. Огромный плюс к путешествиям на поезде. Ты едешь и смотришь на Россию. Смотришь на эти глубинки, архитектуру. На машине мчишь по трассе М4 и ничего не видишь. Про самолет вообще я молчу. А тут... Также в поезде понравилось, что везде есть розетки. В нашем купе было АС-4. Под столом есть USB-нооткрователь. И это очень удобно, согласны? В целом, современные поезда, конечно, очень комфортные. В некоторых вагонах есть даже душ. А также вагоны оборудованы бесплатным Wi-Fi. Я считаю, что в таких поездах можно путешествовать. И ваши путешествия будут великолепные. Вот такой вот сравнительный анализ первого и второго этажа в двухэтажном поезде. Мы с вами сейчас вместе провели. Если вдруг я что-то упустил, то пишите в комментариях. Туда прям добро пожаловать. Возможно, я что-то не заметил, либо что-то указал неправильно. В общем, комментарии всегда открыты. Пишите свое мнение и, конечно же, рассказывайте. Если мой выпуск зашел, лайком поддерживайтесь. Если не подписались на канал ранее, то подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Увидимся уже с вами завтра, как всегда, в новом видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok